225 дворов отремонтируют в этом году в Ярославской области. В три раза больше, чем планировалось изначально. Все благодаря договоренности в Рио губернатора и Минстроя о дополнительном финансировании региона. Благоустройство дворов будет комплексным. Это ремонт проездов и парковок, озеленение территорий, освещение, установка детских площадок. Порадуются и собачники. В регионе построят 23 площадки для прогулки с питомцами. Список всех объектов уже утвержден. Ему можно посмотреть на сайте правительства Ярославской области. Подробнее о преображении улиц за нашими окнами Пьер Ярославский будет рассказывать в новой рубрике «Наши дворы». Будут ли жители вкладывать свои деньги в ремонт и как формировался список территорий, нам сегодня расскажет Евгений Чуркин, директор Департамента региональной политики Ярославской области. Евгений, здравствуйте. И сразу первый вопрос. Как же выбирали дворы для реконструкции? Маргарита, на самом деле вопрос несложный. Я постараюсь на него так очень оперативно ответить. Когда Михаил Яковлевич поставил нам задачу благоустроить в 2020-м в этом году более 200 дворовых территорий, конечно же, это был первым вопросом, как их выбрать. С учетом того, что времени на реализацию достаточно мало, а наша задача – реализовать их качественно и в срок, то мы пошли очень простым и понятным путем. Во-первых, всю ту сумму – это огромные деньги, это 1 миллиард 800 миллионов рублей. Мы примерно пропорционально жителям муниципальных образований Ярославской области разделили по всей территории. И каждый район получил свою определенную сумму, на которую он может рассчитывать для благоустройства дворов и установки детских площадок, а также вы знаете, что там есть площадки для вывода и дрессировки собак. Так вот, в рамках этой суммы район проанализировал те обращения, которые за предыдущее время поступали от жителей, те просьбы о благоустройстве своих дворовых территорий, которые ранее они не смогли выполнить, и эти дворы не смогли попасть в какие-то другие региональные, муниципальные или федеральные программы. Мы взяли в первую очередь вот эти объекты и постарались удовлетворить именно те заявки, потому что жители, которые их подавали, они уже давно ждут и хотят, чтобы дворовая территория была проведена в порядок. Поэтому вот примерно вот таким образом, если коротко, мы сделали акценты, и получился такой большой список из 225 дворовых территорий, которые мы будем в этом году обязательно благоустраивать. Когда начнут проходить встречи с жителями по программе «Наши дворы» и что будут обсуждать на этих встречах? Вот первый этап мы с вами обсудили, да. Перед нами очень большая стояла задача определить этот список. Я, наверное, дополню. Очень важно было еще приопределение не только очередность, да. Но мы хотели понимать, есть дворовые территории, на которых уже разработана документация. Это, по большому счету, ускоряет процесс и упрощает жизнь людям, потому что они уже принимали участие в разработке этой документации и понимают, как будет благоустроенный двор. А нам необходимо именно комплексное благоустройство. Это и асфальтирование проездов, и установка освещения или реконструкция, где оно есть. Это парковочные площадки, озеленение. Ну, по большому счету, весь тот необходимый набор благоустройства и работы благоустройства, которые хотят видеть люди у себя во дворовой территории. Что касается встреч, мы планируем со следующей недели, уже с 7-го числа, у нас в области в течение всего февраля пройдут встречи с жителями. Мы планируем с ними встретиться, рассказать им, какие работы планируется провести. И самое главное, нам очень важно понять у людей их мнение по установке детско-спортивной игровой площадки. Ведь вы помните, главным посылом в Рио-губернаторе Росславской области было то, что благоустройство должно быть комплексным. А ранее, по другим программам и проектам, когда мы благоустроили дворы, к сожалению, по разным причинам устройство детских спортивных площадок и прочего оборудования у нас было связано с обязательным софинансированием жителей. То есть люди должны были не менее 20% средств вложить личных, чтобы это появилось. С учетом того, что решение принято о финансировании из области, такая норма в этом проекте, в проекте «Наши дворы» отменена, и мы в каждый двор будем устанавливать детскую спортивную площадку, чтобы дворовая территория была полноценно насыщенной инфраструктурой для жизни ребят, молодых мам, если есть дети, и каких-то спортсменов. То есть жителям важно будет выбрать из пяти вариантов, какую площадку они бы хотели установить на своем дворе. Все они будут на резиновом травмобезопасном покрытии, есть варианты с освещением, с ограждением, если на дворовой территории площадка располагается рядом с проезжей частью. Все это предстоит обсудить людям, и в зависимости от их мнения уже будет разгортана документация, и вот такая площадка появится, по большому счету такая, которую они хотят видеть у себя во дворе. То есть получается, на встречах есть предложение, а от жителей нужно получить обратную связь, собственно говоря, что они хотят увидеть у себя во дворах. А как будут финансироваться работы? Или жителям нужно как-то будет вкладываться финансово, или собственным трудом? Вот очень хорошее слово у вас в вопросе. Нужно? Не нужно. Вкладываться ни трудом, ни финансово не нужно, причем независимо от того, какие работы будут проводиться у них во дворе. Все финансирование полностью лежит на плечах нашего областного бюджета. Михаил Яковлевич смог в бюджете выделить сумму 600 миллионов рублей, и сумма 1,2 миллиарда еще привлечена из федерального бюджета, тоже большая работа проделана. В итоге мы получили консолидированные деньги, 1,8 миллиарда, и все они будут реализованы на дворы без софинансирования жителей. И мало того, это решение губернатора впервые не будет софинансирования со стороны муниципальных образований. То есть раньше города и села тоже участвовали деньгами, как правило, это 5, 7, 10 процентов от стоимости. И по большому счету мы с вами понимаем, что это деньги муниципалитета, которые они тратят на освещение населенных пунктов, на уборку дорог, ну и на другие важные вопросы местного значения. Сейчас мы эти средства не отвлекаем. Полностью финансируется из областного бюджета, в том числе и разработка документации. Поэтому ни жители, ни муниципальные власти, города и села наши свои бюджетные деньги тратить на это не будут. Это полностью наше областное финансирование. Ну то есть получается, что жителям нужно занять только активную позицию, в плане как разработать комплекс тех самых работ, которые будут произведены во дворах. Ну что ж, это очень приятная новость. Евгений, спасибо большое за информацию и за беседу. Маргарита, вам спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова